здравствуйте приветствую вас на канале горячая новость ну вот друзья совсем новая свеженькая информация про михаила ефремова вести.ru пишут ефремов пытался дать взятку инспектору после дтп актер михаил ефремов который строил дтп на садовом кольце москвы пытался откупиться от сотрудников дпс уникальные кадры снятые на видеорегистратор одного из инспекторов патруль автомобиля опубликовали в программе 60 минут на телеканале россия 1 во время составления протокола предполагаемый виновник аварии михаил ефремов попросил сотрудников органов отпустить его за деньги дайте я выйду а потом заплачу деньги предложил актер также друзья есть еще одна съемка которая была сделана момент медосвидетельствования актера михаил ефремов общался с медиками в оскорбительном тоне и показывал им неприличные жесты конечно друзья все это не красит не красит михаила ефремова но больше всего больше всего мне в этой ситуации не понятно как такие кадры попадают у нас на телевидении как вот такие кадры попадают на телевидении то соловьев там непонятно чем машет то вот эти вот 60 минут программа тоже такие серьезные серьезные кадры такие серьезные заявления делают у себя на передаче как они туда попадают мне кажется в первую очередь тут нужно судить не ефремов хотя Конечно, Ефремова нужно судить, однозначно вам нужно наказать, я миллионы раз говорю, за то, что он сделал, за то, что он сел в таком состоянии за руль автомобиля. Если действительно он был за рулем автомобиля, если действительно это докажут, что действительно он в тот момент находился, потому что, еще раз говорю, много вопросов. Если он был в тот момент за рулем, если он виноват в этой ситуации, надо разобраться конкретно, то наказать нужно по полной программе. Но предварительно, еще раз говорю, нужно разобраться. Вот. Также нужно наказать, точно так же, как и Михаила Ефремова, тех людей, которые просто разбазаривают. То там они результаты какой-то экспертизы отдают куда-то, то съемки, оперативные съемки появляются у нас по телевизору, показывают их. Как так? Как такое может быть? Почему у нас тот же суд и сотрудники органов? Ну хотя как, друзья, тут понятно все. Те же самые сотрудники органов могут, скажем так, заявление писать на самих себя и против себя же возбуждать дела. Такого быть не может. Ведь как они попадают на телевидение? Это они берут просто и отдают, я не знаю, за деньги, не за деньги, бесплатно. Такие вещи нельзя, нельзя распространять. Как минимум до суда их нельзя распространять. А тут вот такие вот, берите, смотрите, как попадают туда, что это, кто приносит их туда. Соловьев вообще говорит, что я не готов предоставлять такую информацию, когда он экспертизой вот это вот намахивал там у себя на канале. Что он не может предоставлять такую информацию так, как он не хочет, ну вот эти вот источники раскрывать. Ну в принципе, друзья, все правильно, его хотелки мне понятны, но в данной ситуации должны сотрудники органов тут же задать вопрос. Соловьев, откуда, откуда у тебя эта бумажка, где ты ее взял? И возбудить дело, и найти того человека, который подарил, или как я не знаю, продал, просто дал попользоваться, вот этот вот документ сканировал и дал ему помахать на этой передаче. И должны наказать этого человека. Такого быть не должно. Это дикость, что такие вещи, такие кадры появляются у нас просто так в свободном доступе. Ведь такого быть, друзья, не должно. На этом, друзья, у меня все. Всем, кому понравилось видео, ставьте класс и подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, появившиеся на канале. Всем пока, друзья. До новых встреч.